Я бы хотел, наверное, несколько тезисов сказать на этот счет. Первое. Мы предлагаем на текущий момент официальным письмом в рамках просмотрения рабочей группы к этому вопросу подойти. И рассмотрение это будет уже на следующей неделе. Тут не надо ничего придумывать, надо что голосовать, но уже это предлагаем сделать. После того, как мы с вами определимся по этому вопросу, мы плавно переходим в рассмотрение бюджета в 2023-2025 годах уже с учетом позиций, принятых в этом ключе. Здесь все логично и все понятно. Второе. Наверное, я бы поддержал любые суммы, выделенные депутатом на ваши нужды, которых безусловно хватает, если бы у нас на сегодняшний день расходная часть бюджета соответствовала на сложной части. Если бы столько нам надо потратить, то столько доходов и было. Но, к сожалению, у нас с вами, и мы это вам покажем, очень большая, большая дефицит бюджета. И в прошлом был дефицит бюджета. И мы сталкиваемся с вопросом не о том, а сколько выделить денег на округу, а как перераспределить ту сумму, которая не хватает, на все те объекты, которые нужно сделать. И в данном случае вот этот депутатский фонд, так называемый, это всего лишь один из способов перераспределения средств. Но суть от этого не меняется. Нам все равно придется принимать решение, куда направлять деньги и недостаточно для общего полезной деятельности города. В этом направлении, или в том направлении, я не могу просто взять и выделить 20 миллионов депутатов. Значит, я как-то нужно это взять, то, с общегородских расходов. У меня нет своего полкупа, я не защищаю какого-то депутата, я говорю про город в целом. Это вторая часть. Если мы говорим о направлениях, и это очень важный момент, и, конечно, хотелось бы про него поговорить в следующей неделе очень детально. Если мы говорим, что дело не в сумме от направления, а, условно, там, Юрий Деоргиевич важен частно, северка. Деоргиевич по оформленной стенке. Не будет еще там, ну, какие-то проездки, там, еще какие-то вещи. Про сами направления. Тогда это, в общем, имеет какую-то логику в формате таком, что мы с вами утверждаем бюджет. Ну, понимаем, мы на частном секторе утвердили, что бюджет – это сумма. А теперь говорим, что эта сумма распределяется, либо, вот как Евгений очень предлагает, в общем-то, с другими там по направлениям, либо тем депутатам, которым нужен вам частный сектор, вот она распределилась, но они в другие бюджетные статии не заходят. Мысль интересная, но тут есть два момента. Первое, я, ну, очень хочу передать всю ответственность по частному сектору депутатам. Вот прямо в силах, вот каждый здесь присутствующий хочет вам отдать ответственность. Но законам это не предполагается. Вся ответственность за частный сектор, за нечастный сектор будет держать на администрацию города Иркутска вне зависимости от того, поддерживаемого осведения. Соответственно, не контролировать эту функцию я не могу. Если Юрий Демидович выберет частный сектор, а Евгений Юрьевич не выберет частный сектор, то жители округа Евгения Юрьевича придут ко мне и скажут, а у нас тут три дома, где наш частный сектор? Я что должен буду сказать? Вы знаете, ваш частный сектор был под полной стенкой, потому что Евгений Юрьевич выбрал под полной стенкой. Но это, понимаете, это гораздо более серьезный вопрос, который надо рассматривать. Это первая задача. Вторая задача. Хорошо, мы взяли все деньги. Я стал сектором, под полной стеной, освещением, дорог, распределили на 35 округов. Каждый из депутатов выбрал свое направление. Мне приходит поручение губернатора, который говорит, Дмитрий Олегович, он здесь частный сектор, срочно сделай дорогу. Мне приходит поручение, поручение, предписание прокуратуры, которое будет стоить 15 евро. Мне приходит поручение мэра города, это узко здесь делать. Мне приходит просто жители, 500 человек собралось, подписывали, и говорят, все, будет жить не можно. Час, ЧП какой-то, по-моему, разную дорогу. А у меня все деньги распределены между округами. Я тогда что делаю? Я тогда беру поручение губернатора, говорю, Игорь Иванович, это на округе Алексея Владимировича. Алексей Владимирович, пожалуйста, все ваши деньги потратите на вот эту дыроку. Поручение губернатора. Как я, как администратор всего, всех городских проблем, в условиях недостаточности финансирования, буду расставлять приоритеты, если я уже все деньги распределил? Каким образом вы будете вот эти направления брать для себя? Есть поручения, с прошлого года какие-то тянутся вещи? Это, ладно, полгода, третий момент, федеральная программа и областная программа. Я должен финансово-финансово положить, я должен сделать проектные работы за свой счет, ну, город, да, город должен сделать какие-то еще дополнительные вещи, например, комплексная работа, область, асфальт, например, тротуар, как пример просто. Соответственно, если я вам, например, распределил, вот ремонт школ, прямой конкретный пример, ремонт школ, у нас есть финансирование на конкретное там ремонт школ. Месяц назад, может, меньше даже. Область говорит, срочно, выберем на совещание, срочно готовьте проектное решение, и мы с 2024 года будем капиталить несколько школ, 5, 8, 10, сколько у вас получится, в капитальный ремонт, прям, в заходить. Но они там должны быть в списке определенных условий. Я вынужден часть средств куда-то снимать, делать эти сегодня по СД, чтобы они до конца года стали им отдавать. Если я перераспределяю на депутатов, с кого я и как я буду снимать эти вещи. То есть, с одной стороны, вы себе облегчаете работу, а мне, соответственно, администрация города, она просто связана по рукам и не может исполнять свои же полномочия. Еще раз повторюсь, я не могу себе снять эти полномочия, вам передать, даже если очень сильно захочу. В связи с этим, есть еще один момент, но сейчас перебору. В связи с этим, конечно, я признаю, и мы говорим о том, что это крайне эффективный инструмент, я самому депутатам, мне очень нравится. Но говорить о том, что, не рассмотрев бюджет, о том, что давайте добавим 20, 30, 50 или иные какие-то формы, мы должны посчитать и посмотреть все риски, которые мы несем с вами. И администрация здесь не может просто в стороне стоять. Это наши обязанности, наши обязательства об этом. Мы распределяем это все. И сначала мы должны учесть общегородские вещи, а потом уже посмотреть, где на кругах, что мы можем сделать. Это принцип, который, наверное, никому не нужно объяснять. Я не могу сначала по кругах все раздать, маленькие вещи, а потом думать, как мне официанты города в регистральной сети перекладывать. Но это неправильно, немножко другого причина. Что касается самой программы, как она работает, безусловно, есть замечания. Мы это говорим и признаем. К администрации много вопросов. У меня, коллега, много вопросов. Рамка работы по 10 миллионам. Мы второй год перед начатом сезона с вами собираемся, договариваемся о тихто вещах. И все они исполняются. Но все равно эта процедура, как Геннадий Дмитриевич сказал, она за два года, ну, в каком-то динамике есть какая-то, она все равно в положительном направлении куда-то движется. И с корректурами обсуждали, в том числе. То есть очень сложно создавать вторую фактически бухгалтерию, которая будет аккумулировать чисто депутатские фонды по всем ГРБС, вести. Поэтому тут решения может быть несколько, и мы можем это обсудить на рабочей группе, в том числе определение какого-то одного источника финансирования, например, КГУ. Вот все, что в рамках КГУ, может входить, например, в депутатский фонд. И тогда внутри перераспределение по программам не такие сложные. А сегодня мы перемещаем средства в рамках экономии. С КГУ, например, в департамент образования, мы можем через Думу проводить. Через программу, через комиссию. И я там 100 тысяч рублей, у меня работают два комитета, вот такие программы меняют, чтобы перенести 100 тысяч рублей. Мы собираем Думу, и все наработали, занялись ради чего. То есть вопросов и к нам много, но и у нас очень много вопросов к работе от этого управления. Поэтому я предлагаю на следующей неделе встречаться и прямо детально прорабатывать этот вопрос. Сказать о том, что мы сегодня поддерживаем 20 юных, я просто не знаю, где мне взять обеспеченность на расходные обязательства, для того, чтобы сегодня уже распределить эти вещи. Я полностью согласен за исключением того, что на вас там дополнительная ответственность по поводу, что в частном секторе у вас поручение губернатора будет или еще кого-то. Ну, внутри кварталки же нет, тоже может быть поручение губернатора. Тоже может быть описание прокуратуры. Слезали с депутатом, никто никогда сопротивляться не будет. Ну, то есть это же то же самое, что в частном секторе. Я к чему это говорю? Конечно, это будет глухо, если мы скажем, давайте мы в детские сады будем распределять, школы. И, кстати, бюджет Юрий Емельевич, я вас проявил, я не замечу, он растет не за счет собственных отходов, которые можно распределять на цели города, он растет еще нацпроект. Это много разные вещи, там, к сожалению, депутаты не особо принимают участие в распределении. Мы, конечно, принимаем браку всего уже. Вот, хотел бы это отметить. А вот деньги, которые можно потратить на частный север, на внутренний квартал, на спортивный, они в основном за счет собственных отходов. Понимаете? А они у нас, как вы знаете, за 12 лет, за 13, сколько я, депутатов, чуть больше, ну, не чуть на 10 лет. Не вырос, но не на юр. Понимаете? Ну, где расчет-то? Ну, у нас доходная часть бюджета в 2009 году у собственных доходов, если память не изменяет, это фирмограмма по правилам около 7,5 миллиардов. А сейчас сколько? 13, ну, 11, 12, 13. 11, 12, 13. Добавьте ставку рефинансирования и операцию, и мы не изменим. Вот так, во всякий случай. Поэтому у нас собственные доходы сокращаются. За счет эффективной работы Федерации, области и города, да, получается, удачно участвует в нас в проекте. Поэтому бюджет растет. Но он растет за счет нас в проекте. А после этих нас в проекте, к сожалению, падает нагрузка на город, на стержание, школы, детки, садов и так далее. И у нас еще уменьшается доходная часть. Но это и к тому, что денег больше точно не будет. Вы все это понимаете. Поэтому я предлагаю вернуться к тому, чтобы исходить не из суммы 20-30 миллионов, а на какие цели. Например, внутрикварталка, спортивные срушения, частный сектор, подпорные стенки. Скажите нам, сколько же денег планировали бы на вот эти цели выделить следующий год. Вот эти все деньги суммируют, поделим на 35. Давайте распределять. Вот это, ну, об этом же мы сейчас говорим. Мы же просто мы сказали. Вот сколько вы планируете? Не мы вам будем говорить, вы нам миллиард на это даете. А вы сколько планировали? А мы из этого будем исходить. И если нас не устроит совсем, мы будем в рамках бюджетного процесса с вами дискутировать. Как обычно это бывает, ни одной комиссии еще не проходило без этой дискуссии. Мы всегда дискутировали, в конечном итоге договаривались. Поэтому давайте вот, ну, точку уже на этом вопросе ставить. Определите суммы, которые вы на эти цели хотели потратить, предполагали в рамках прогнозного плана по бюджету, доходной его части. Потом, конечно, будут корректировки. И вот эту сумму мы зафиксируем и распределим по депутатам. И мы будем определять. Пройдет 2-3 месяца, в феврале пройдет корректировка бюджета, высыпались деньги, которые мы планировали на субсидирование нас проектов. Мы еще раз к этому вернемся в вопрос. И будет, допустим, 10, а он станет 15. Но мы четко должны зафиксировать, какие цели. Ну, я, мне кажется, то, что назвал, ну, можно освещение добавить. Хотя освещение тоже такой скользкий вопрос, потому что... Не, я же сказал, что это сектор. Потому что есть центральные улицы, есть там прокладка каких-то магистралей в рамках городских проектов. Поэтому здесь, наверное, вот я бы сомнение высказал, что это депутатам здесь этим заниматься. Можно добавить на содержание кругов. Вот тоже такая практика есть. Пускай депутаты вместе с главными кругами определяют на те же самые мусорки, уборки и так далее. Зачастую, ну, тот же самый губернатор и мэр, приезжая где-то, может увидеть какой-то продак, да, в вариантах содержания мусорной площадки. Главе ОКГ дается поручение. Есть правки. А у него денег нет. Он идет к депутату, ну, поделись вот этими 10 миллионами, а депутат уже и кому-то квартал попутратит. Ну, давайте вот эти деньги тоже добавим. Оперативно, быстрее будете ими заниматься. Это я уже из опыта взаимодействия, я вам предлагаю. Вот давайте таким образом поступим. Если мы к этому готовы, думаю, всех это все устроит. Но если депутатам не понравится сумма, которая по факту будет, другой-то будет 2 миллиона. Но мы вернемся к перераспределению, о котором вы говорите. Ну, исходя из тех возможностей, которые бюджет будет иметь в будущем году. Спасибо, Евгений Юрьевич.